у них вот вот этот момент друзья забрался неожиданного вторую часть то есть у меня просто камера по 15 минут пишет кусками но раз уж пошла такая пьянка как говорится лишь последний огурец про продвижение что мы еще что мы еще можем сделать чтобы продвинуть свое видео во первых еще давайте тогда уж так вот шестой пункт традиционные мы уже обсудили этот вопрос очень много рекомендаций везде есть в интернете как снимать ролики и как снимать хорошо вот плюс ваш опыт плюс ваши финансовые возможности смысле какое вы оборудование используйте вот у вас получится ну должно получиться хорошее кино но это касается исключительно постановочных да так называемые постановочные ролики или видео то есть когда вы специально пишите сценарий до голове там или где-то на бумажке и снимаете именно по сценарию это один момент и соответственно вы выполняете все рекомендации вот сейчас я снимаю да я же не просто так вот делаю да вот вот этот ролик у меня есть свет да я включил свет у меня он падает на меня как-то сверху и не вот удачное короче освещение мне не нужна еще одна подсветка высота там понятно да то есть я стою специально то есть я не вот так вот стою и рассказываю моя доска закрыта мной да а я рассказываю вот так вот то есть я стою боком мне не очень удобно вот так стоять но вот зато вам видно что написано это важные моменты то есть вы традиционные делаете вещи чтобы потом что еще тренды с трендами тут есть некие сложности потому что трендом может оказаться все что угодно вот как было несколько лет назад кошечки как они говорят коты победят как там коты победят интернет что такое потому что котиков котиков смотрят все и дети взрослые девушки там все эти пушистых тварей рассматривают и всем интересно понимаете и они набирают миллионы просмотров вот эти котики но сейчас прошло какое-то время буквально несколько лет да там все и я этих котов не слышу никому ничего не интересно уже они ушли зато пошли в тренд в массовое это производство детские каналы с чем это связано детские каналы они просто дети включают их но я знаю просто по своему внуку как он смотрит то есть он вот так вот впялился в них смотрит причем он смотрит все подряд он нажимает ему не интересно он переключил следующий ролик но он находится в этой ленте это лента она повторяется то есть он одно и то же смотрит собственно каждый день он включает одно и то же может каждый день посмотреть плюс когда входит реклама то есть он эту рекламу тоже просматривает вот но маленько взрыв повзрослее сейчас стал он стал отжимать эту рекламу мы показали кнопку как пропустить рекламу но все равно не смотрит и вот это вот моменты такие они порождают миллионные просмотры собственно то есть миллион детей и самое главное в детях он включил там телефон или планшет раньше с планшета захотел чего-то там покушать или там в туалет или там отвлекся вопроса бросает этот планшет ложит его там и уходит а просмотр это идут и он молотит этот планшет ну по два-три часа пока батарейка не садится то есть аккумулятор сел все три часа просмотру понимаете каждый ребенок вот плюс школьники там фанаты потом разные хитая там в разные какие-то оригинальные вещи то есть все что крутится внутри общества обсуждаете вы допустим те реформы какие-то вот я заметил реформы никто не обсуждает снял несколько роликов и разное количество просмотров то есть никому это не интересно политика разные там парки они никому не интересны а вот допустим некий тайган да там зоопарк получил много откликов и много просмотров то есть кому то значит тренды тренды вот эти вот интересы общества они меняются да очень сильно но подстраиваться под такие течения довольно таки сложно можно но сложно вот и еще момент такой интересный значит сами сами эти ролики которые мог приносят много просмотров они должны быть сняты как бы сказать в таком позитивном все-таки ключе это очень важно позитив люди людям надоедает вот я заметил людям надоедает вот это вот война какие-то разговоры там непонятная враждебность позитивы позитивные ролики больше будут востребование чем негатив вот потом еще ролики которые полезны в хозяйстве такая такой такой знаменитый ролик как как быстро почистить селедку вот там их миллион этих роликов с этим названием понимаете но он все равно востребован сколько я смотрел вот наберите поисковик ну что-нибудь там наберите почистить как почистить селедку вывалится там десять тысяч роликов и у всех будут более-менее какие-то просмотры но не один и не два там будет их нормально сотни там у кого-то сотня у кого-то тысячи просмотров вот почему одна и та же тематика и разные подъемы тоже вот для меня это например загадка то есть одно и то же название одни и те же тематика одна и та же но подъемы у всех разные скорее всего подхватывает роботы подхватывают то что я говорил вот то есть тема что еще может быть такого звездных роликах звездных роликах они а все эти звездные ролики как правило они информативны то есть вписать вот у меня тут доска кончилась попробую что-то стереть вот так вот я написал вот шестой у нас традиции кино вот седьмой это информативные он должен быть сжат и информативный то есть даже вот эти вот глупые ролики всякие которые там миллион просмотров набирают типа там кошки там или младенцы что-нибудь там икают ну что-нибудь такое они они информативные то есть вот узкий не такой вот я вышел в город вот он город понимаете город если это не часть сюжета вот эта панорама городская то этот ролик ни о чем то есть это просто вы снимаете вы снимаете просто набираете какую-то массу а ролики которые много подняли просмотров они четкие вот есть такой канал МАДИ ну из тех кого я знаю МАДИНА вот там как она делает тефтели там миллион просмотров ролик узкий четкий и информативный то есть нету такого вот сейчас через 45 минут мы начнем делать тефтели там нет такого там сразу вот чик вот он стол кастрюля вода закипела там фарш понятно да раз 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 она уже это делает это важный момент потом еще один момент это его длительность длительность длина или как написать длина этого ролика ну это вот как бы один из последних моментов вот длина ролика надо обладать очень высоким уровнем искусства креативности каких-то личных там я не знаю качеств или сюжет должен быть очень интересный если вы снимаете традиционным способом то сюжет довольно таки то есть 30-40 минут как вот снимают некоторые ребята у нас авторы там по 3 часа что-то снимают это титанический труд за это людям мировые премии дают там Оскаров дают чтобы снять два с половиной часа фильма представляете какой там жизнь герой проживает жизнь за эти два часа и вы напряженно смотрите то есть вам четко нужно понять что лучше снимите там десяти пятнадцати там пяти минутный ролик но он этот ролик должен удерживать внимание человека вот зрителя он просто должен внимание это важно для креативности и для продвижения тоже роликов специализация традиционная форма съемки если это постановочные видео и длина его должна быть сюжетом вот собственно и все как бы я больше не знаю таких вот моментов как лучше продвигать этот ролик сам по себе ну и еще вставим где продвижения вот пятый пункт продвижения буквах то тоже нету ну давайте вот так вот девятый это соцсети соцсети поисковики то есть ну честно я вам скажу у меня нет такой статистики хотя все свои ролики выкладываю в пять или шесть соцсетей все ну просто вот снял и сразу заливаешь ну вы знаете как там появляется табличка соцсетей и вы их тоже выкладываете но соцсеть они там тоже немного лукавят для ваше выкладывание в их сети администратор одной отдельно взятой сети я так думаю для него это положительная статистика ну то есть сеть развивается вот зрители вот авторы которые выкладывают там что-то делают все хорошо но для вас как для продвижения оно по моему особо ролик не играет потому что чтобы в соцсетях продвигался ролик вам нужно чтобы все ваши каналы в соцсетях смотрели то есть если вы твиттер ведете или твиттер то в этот твиттер кто-то должен читать а если я допустим вот у меня блог есть как я вот настоящий блогер вот а не ютубер блогер у меня есть свой блог его никто не читал то есть там зрителей нет вообще ни одного человека но был один такой есть такой у нас автор вот Марта Карат вот она как-то я помню читал что-то пыталась прочитать там нет ни одного написанного слова а не ролики вот но факт то что про вот такое продвижение вы на него сильно не надетесь то есть у вас должна быть группа в контакте да там еще где то то есть где то вы еще продвинулись в другом в другой социальной сети и вы туда в качестве иллюстрации своей темы допустим я занимаюсь вязанием и вот в качестве иллюстрации вы выкладываете снятый вами ролик как вот делать конкретную вещь но это тоже как бы вот эти соцсети они у нас входят в пункт b вот пятый пункт его b это встраивание встраивание видео соцсети тоже не исключение помимо сайтов и всяких этих ну вы поняли хозяйственного назначения разных сайтов практических то есть встраивание соцсети это то же самое вот ну по факту для вас это встраивание ну и все и еще есть момент такой не очень грустный если вы снимаете быстро то снимаете это старайтесь вот встали сняли представьте себя настоящим режиссером вернее корреспондентом на фронте там фронтовым вот что-то происходит становитесь и снимайте не нужно стесняться там прятаться и вот как вы это сняли так и выкладывайте ну и все всем друзья пока до новых встреч и снимайте свое кино так ну и все хорошо и я то вот вот ну и все